всем привет с вами артем абрамович и канал финты wordpress в этом видео мы полностью разберем от нуля и до самого конечного результата пошагово как сделать страницу отзывов да у меня есть на канале несколько видео но так как плагин strong testimonials сильно изменился это будет такое большое видео в котором я расскажу все нюансы связанные именно вот созданием выводом и какими-то проблемами связанными со страницей отзывов друзья я вам напоминаю что в каждом большом видео у меня есть содержание которое я делаю специально для вашего удобства да это содержание можно посмотреть или под видео или прямо сейчас в течение 10 секунд вы сможете прямо на игрового на ваших экранах воспользоваться этим содержанием и перейти к нужному вам разделу итак делать все будем на сайте голдик ми и первое что нам три потребуется это установить и настроить нужный плагин давайте это и сделаем и так нас добавить новый нажимаем и здесь вводим strong testimonial я использую этот плагин потому что он позволяет именно пользователям самим добавлять отзывы свои до добавлять свои фотографии ну какие-то там свои поля регалии до в поля нужны и все это дело может автоматически публиковаться на нужной странице такую вещь конечно можно сделать и без плагинов там кодами да и так далее но если есть плагин смысл какой городить велосипед новый поэтому давайте его установим активируем и настроим и так плагин мы установили как видите у нас появился некий некий новый раздел да то есть произвольные записи плагин час версии текущая версия плагина 2.2.12 там разработчик очень часто какие-то исправляют что-то какие-то вносит что-то и так далее поэтому не пугайтесь то что у вас будет довольно часто обновляться я так понимаю ну по крайней мере из того что я читал я понял что он изменил кардинально именно управление плагином да но дальше он уже и ну мелочь всякую вносит и так давайте настроим нужные нам вещи то есть кут базовую настройку введем и так нажимаем настройки да и видим что здесь general и так настройки основные до general rewarding это вот если вы это включите то у вас на страницу отзывов ну вот в этом списке где у вас все будут отзывы у вас можно будет переносить да то есть ну перетаскивать руками сами отзывы выше ниже там и так далее значит scroll to top вот это кстати не было то есть кнопка вверх грубо говоря о чем это настройка говорит то есть когда включена постраничная навигация да то будет появляться кнопка вверх для вы ну да вы выбора пусть может будет вверх подниматься смотрите сами оставим пока включенным посмотрим что дальше получится и так настройка форма наше основное давайте здесь немножко по переводим чтобы у нас в самой форме было все на русском языке и так первое слово rocket field это обязательные поля дальше копча лейбл но это заголовок для копчи как правило бесплатная версия копчи не используется уточнение бесплатно она тут такая одна здесь копча такая через не видео поле можно переводить можно не переводить ну переведем поле начали дальше заголовок на кнопке то что будет на кнопке видно я обычно пишу добавить отзыв так значит сообщение при ошибки да то есть если поле ну если форма не сработала ну напишем что-нибудь такое вот так ну и здесь поле в котором она сообщение которое будет выдаваться если произошло успешная отправка через форму комментария да ну например так все значит поля перевели теперь формы actions да то есть пост статус это о чем говорит то есть когда у вас человек нажимает на кнопку отправить да и происходит успешная отправка каком статусе будет поля то есть можно сразу делать опубликованное тогда отзыв ваш будет сразу публиковаться на странице отзывов или в ожидании тогда вы сможете его предварить прежде чем публиковать вы сами сможете вы проверить там что-то как-то так я обычно ставлю в ожидании и уведомления мы здесь указываем чтобы если какой-то новый отзыв появился до чтобы приходилось сообщение на поле на почту здесь можно кстати указать свою какую-то нужную почту иначе он берет из админа из админки wordpress а нужный ящик здесь он пишет название именно контакта до от кого так дальше новые поля да то есть это вот то что будет уже приходить на почту администратору и здесь можно написать например новый отзыв на а здесь он блок name уже сам подставит и сообщение здесь тоже можно написать это то что будет приходить да как видите вот здесь вот справа можно какие-то константы вставляет ну там формировать а например вывести контент самого отзыва еще что-то ну как это выглядит ну примерно так до содержание напишем здесь ну давайте выведем в нашем письме например например так текст отзыва да и здесь вот ставим именно переменную контент по идеям должен выводить и заголовок отзыва и ставим здесь title переменную поэтому и текст отзыва ну и все вроде в принципе да дальше нам больше пока ничего не будем все с формами закончили здесь у нас honey под это вот как раз скрытое поле настройка спам контроля копча здесь не используется она скажем так поддерживает какие-то сторонние плагины принципе да вполне пустого поля вполне достаточно все нажимаем сохранить изменения и в принципе все настройки у нас на этом закончились теперь нам нужно настроить поля произвольные которые будут выводиться во первых форме человек сможет их заполнять а во вторых мы их будем выводить но какие здесь могут быть поля поля в принципе могут быть любые вот полей может быть конечно всего три вида да то есть текст email url но текстового поля как показывает практика вполне достаточно единственное обязательное поле это конечно имя поля да то есть чтобы человек ввел имя email обязательное поле и я обычно делают но вот не сайта не сайт не название компании а давайте просто эти же поля но их немного поправим да здесь назовем пустим регалии да обратите внимание вот эти лэвлы вот эти названия полей будут у вас автоматически выводиться в форме поэтому смотрите сами то есть надо писать так чтобы человек понял да что ему заполнять дальше name company это как раз айди поля и его надо как-то делать так чтобы мы с во первых сами не запутались во вторых чтобы не было никаких наложений я напишу вот так то есть в это в этом поле человек будет записывать ну какие-то свои регалии там да это не знаю там топ менеджер газпрома там или еще чем вот здесь вот можно подсказочки написать да какие то можно здесь написать например вот так значит тут эта галочка админ таблица если вы галочку эту поставить у вас данное поле значение этого поля до будет выводиться в основной таблицу то есть вот здесь вот ну дальше мы посмотрим я сейчас поставлю эту галочку да и здесь и вот а здесь стоит email email не стоит но вот регалии поставим и на сайте поставим но назовем это не сайт компании а допустим может же если мы работаем живыми людьми да это может быть страничка вконтакте на не знаю сайт еще сайт какой-то просто поэтому напишем просто сайт а здесь напишем name website все нормально поэтому здесь мы тоже добавим здесь надо в админ таблицу да а здесь напишем как-нибудь вот так вот отлично да здесь есть это есть это есть все вроде поля вполне достаточно заголовок ну заголовок в принципе ладно мы эти поля оставим отзыв оставим то есть это отзыв это собственно то есть поле где будет человек писать сам мозг то есть это обязательные поля единственно что нам от них надо да это запомнить вот эти идентификаторы то есть поставил пост контент и здесь future image то есть как-то будет фотография да ну в принципе здесь все это дело можно сохранить если вам требуется добавить какое-то нужно еще одно поле да но я не знаю для чего но например какие-то такие хитрые отзывы собираете да допустим возраст то есть добавляете новое поле указываете например возраст мало ли да для чего то здесь пишите идентификатор обязательно и здесь указываете тип поля тип поля вы можете указать именно какой-то моя рекомендую текстовый дальше уже то же самое то есть это если вам нужны какие-то дополнительные поля еще раз напоминаю да все эти поля будут у вас выводиться в форме которую человек будет заполнять поэтому внимательны сейчас я удалю сохранить изменения какой может быть еще нюанс смотрите я встречался с таким с такой вещью до что вот эти все названия полей почему-то были на английском не знаю это меня встретился я только на одном сайте это я сам не ковырял да то есть мне показали что это все дело на английском почему-то сильно думаю что это все связано именно с к или с кодировками или с поддержкой переводов самой темы поэтому не знаю говорю я на десятки сайтов уже разворачивал такие системы отзывов нигде такого не было но бывает вот вроде бы все до основные настройки сделали поля настроили и так шаг 3 да то есть мы все настройки провели поля настроили теперь нам нужно настроить сам вывод наших отзывов и так заходим в раздел вивс и здесь нажимаем кнопочку добавить новый смотрите в чем идея до этого плагина состоит вы в этом разделе формируете для каждого вида ну для каждого вывода формируете отдельный шорткод и сейчас мы с вами сделаем шорткод для вывода наших всех всех наших отзывов то есть как они будут смотреться на странице и так значит режим дисплей и здесь выбираем значит в блоке select здесь можно выбрать или выводить один отзыв или все отзывы то есть один отзыв ну то есть вы грубо говоря к одному отзыву привяжите один шорткод дальше рубрики но я здесь рубрики не заводил и вообще не совсем понимаю зачем нужны рубрики в отзывах но если у вас будут рубрики то здесь вы сможете их увидеть да и сможете опять же задать шорткод для вывода или за одной определенной рубрики или все всех рубрик может быть именно для этого дальше order порядок то есть здесь можно в рандомном порядке выводить согласно порядок меню ну то есть это именно как у вас будет вот именно вот в этом меню выводиться соответственно там где мы смотрели настрой когда если вы вот это перед драг-н-дроп перетаскивания поставили то вы сможете этот порядок именно редактировать именно вот так вот значит значит свежие показывать первыми свежие отзывы или сначала не свежих да ну как старые новые и старые да то есть наверст first первые новые отзывы и олду пол дэст фист это старые отзывы ну я пока поставлю рандомно все это выводить значит количество можно выводить все можно выводить определенное количество да то есть ну например 5 но смотрите если вы выводите определенное количество значит соответственно вам понадобится постраничная навигация я предпочитаю выводить все смысла не вижу повыряться именно с постраничной навигации дальше поехали select ну то есть выбор мы сделали настроили поля теперь нам нужно настроить те поля которые у нас будет выводиться обратите внимание вот именно на этот раздел да потому что ну бывает гуляет все это дело и так что мы будем обязательно выводить ну я думаю заголовок нам не нужен в данном случае да если вам вы хотите выводить заголовок выводить изображение то есть ну как вы видите да то есть можно использовать или те размеры которые у вас заданная штатная да то есть в теме или можно выводить например от полный размер или выводить и кастомный какой-то размер ну я буду выводить кастомный размер ну 150 на 150 честно говоря я не разбирался так он здесь работает именно с кастомными размерами миниатюр но я думаю что он просто при загрузке автоматически обрезает фотографию это мы с вами посмотрим значит open fill сайс и мэйч lightbox это возможность когда грубо говоря вы на картинку тыкаете да и у вас во всплывающем окне большего размера зачем это нужно для отзывов я не понял но если вам надо ну тогда включите и себе значит здесь он спрашивает если нет изображения да то есть если они прислали что выводить то есть или ничего не выводить или можно выводить граватарку или ничего да или граватарку или ничего то есть я поставлю вот этот вот граватарка это грубо говоря такой сервис wordpress на и не обязательно wordpress на когда вы в свою фотографию привязываете к вашей почте и тогда вы в любом в любом на любом сайте который поддерживает граватара у вас когда вы вводите ну где-то в комментариях или еще где-то выводите свою почту вас вы свечите сразу ваши фотографии и так с картинками закончили теперь контент то есть само содержание наших отзывов то есть что здесь можно вводить можно вводить полный отзыв можно выводить цитату это то есть в данном случае это будет он выводить на странице где весь список отзывов он будет выводить именно цитаты которые указаны в отдельном поле это мы дальше разберем то есть именно как это заполнять я обычно ставлю выводить ну то есть обрезка текста это он берет весь текст и обрезает его до какого-то количества символов. Единственное, чем не очень хорошо, не очень удобно в данном случае, он все эти теги, ну теги, которые в тексте используются, хоть и мой ласки, он их будет обрезать. Но в принципе я обычно так использую, да, вы смотрите сами. Можно через цитаты выводить, можно полный текст. Если у вас отзывы короткие, то можно просто полный текст выводить. Теперь мы подошли именно уже к нашим полям. Напомню, у нас полей получается тех, которые мы выводим, 4 штуки. Еще раз зайдем в поля. Итак, что нам нужно выводить? Нам нужно выводить имя, нам нужно выводить регалии и сайт. Именно то, что полей касается. Соответственно, имя у нас есть. Здесь мы выводим регалии и добавляем новое поле, выводим name веб-сайт, то есть наш сайт. Значит, как здесь, опять же, тут, конечно, нагородили, разработчик нагородил всякого разного и лишнего, на мой взгляд. Значит, как можно здесь, он показывает тип, да, как можно выводить или с ссылкой на поле или просто с ссылкой. Если вы, например, вот здесь текст, то у вас здесь ничего нету, да. Нажимаем link fields, и тогда вы можете управлять, да. Ну, то есть, вы здесь можете задать, что у вас будет ссылки, да, или значение поля, или значение заголовка, ну, название поля, да, или какой-то кастомный текст. Ну, зачем это делать именно в названии, я не знаю. Поэтому в данном случае, вот именно в моем случае, я поставлю просто текст. Значит, регалии, опять же, тоже оставлю текст, то вот веб-сайт, да, здесь поставим, ну, какую-нибудь ссылку, введем. Итак, ссылку, значение поля, да, оставлю значение поля, name.website, ну, естественно, url, та, которая указана. И здесь, наверное, нам надо будет указать класс. Вот эти классы, они нужны для внешнего вида, то есть, чтобы была возможность настроить внешний вид. Так, классы указал, за галочку поставить, ну, это он добавит атрибут, открывать в новой вкладке. Ну, и, в принципе, все, да, у нас здесь эти, это здесь поля мы настроили. Дальше поехали. Расширенные такие настройки. Итак, постраничная навигация. Смотрите, если вы здесь поставили all, то, в принципе, у вас тогда вам постраничная навигация нафиг не нужна. Если вы поставили здесь какой-нибудь, ну, то есть, если вы ее здесь включите, то вот это значение, количество, оно автоматически отключено, отключится. Давайте включим, ну, чисто ради эксперимента, потом все это будем поменять. Количество выводимых записей на странице 5 оставим, и здесь, где выводить навигацию, да, это циферки, то есть до вывода всех записей или после, или там и там. Ну, обычно после внизу ставится. Дальше, ссылка читать больше. То есть, если вы здесь поставили, ну, если у вас длинные комментарии, длинные отзывы, у меня, например, длинные отзывы бывают, да, то я ставлю, как правило, ссылку. То есть, а здесь мы указываем, то есть, куда ведет ссылка, да, то есть, или на отзыв, или на какую-то страницу. Я так понимаю, здесь можно указать любую страницу, даже слабкие задать. Но мы здесь не будем, я ссылку укажу, именно, чтобы человек переходил на сам отзыв. Итак, напишу здесь подробнее. И вроде бы все, здесь все настроили. Теперь у нас самая геморройная вещь, это настройка стилей. Сейчас смысла пока нет, да, давайте мы вот эту пока оставим, сохраним. И дальше просто-напросто выведем уже наши, добавим несколько отзывов и выведем то, что у нас получилось. Ну, какие-то мы получили какой-то шорткод, да, можно даже его обозвать как-то. Ну, не просто new, да, давайте его обзовем, наши эти настройки. Ну, допустим, отзывы на странице. Данное название нигде не фигурирует, это нужно чисто для вас, чтобы вы не запутались. Потому что, когда мы зайдем вот сюда, да, то есть в WIPS просмотр, то мы здесь увидим как раз, ну, чтобы нам не запутаться. Здесь же мы можем брать шорткод, здесь же посмотреть какие-то вещи, то есть режим, шаблон, который используют и так далее. Ну, а сейчас мы давайте с вами выведем, наконец, наши отзывы. Итак, что для этого требуется? Для этого требуется простая вещь. Нам нужно создать страницу, да, как-нибудь ее обозвать, например, отзывы. Я не знаю, смотрите сами, да, как у вас все это происходит. То есть я пока оставлю как есть. Сейчас просто добавлю отзывы, чтобы посмотреть хотя бы, что получилось. Правда, сейчас ничего не получится, мы еще сами отзывы не добавили. Но страницу мы создали, отзывы в них, шорткод отзывов мы с ними в них разместили. Теперь давайте, не знаю, как-то выведем нашу страницу, да, то есть в меню, например, вот она, наша страница отзывов, добавляем, все есть, сохраняем. И давайте посмотрим, что у нас снаружи получается. Ну, страница отзывов. Ну, здесь немножко косяк в верстке, но это дело десятое, нам сейчас главное есть. Ну, как видите, ничего нету, да, поэтому сейчас мы, я таких, ну, примерных отзывов добавляю, да, и как добавлю, мы с вами вернемся к настройке. Ну, вот я один отзыв добавил, я решил все-таки, давайте вместе с вами добавлю еще один, да, ну, чтобы показать, как это выглядит именно в добавлении. Потому что вы же отзывы вам могут не только отправлять по форме, да, через форму, у вас же могут быть уже какие-то готовые отзывы, которые вы хотите ввести. Вот это мы сейчас и сделаем. Итак, пишем заголовок. Обратите внимание, данный заголовок будет выводиться, да, то есть если вы поставили выводить заголовки, он у вас будет выводиться именно в самих отзывах. Дальше, ну, какой-то текст рыбный, допустим, вот из трех абзацев, есть, да, текст добавили, теперь нам нужно добавить произвольные поля. Если мы здесь не добавим, они, естественно, не выведутся. Ну, я говорю, опять же, из башки какие-то добавляю, а вы добавляете свое. Да, есть такая фишка, видите, ревну фоллоу, можно добавить, чтобы у вас вроде как была закрытая ссылка. Дальше, вроде все, поля заполнили, теперь нам надо картинку. Ну, я вот эту вот поставлю, чисто картинка, чтобы она была. Да, обратите внимание, да, то есть он вам показывает, что вроде как Facebook и другие социальные сети не смогут использовать. Ну, у меня картинка здесь загружена 150 на 150. Ну, да, конечно, если есть больше картинки, лучше их загружать побольше. С другой стороны, при формировании всего списка отзывов, да, то есть у вас эта большая картинка будет увеличивать размер страниц. Так что смотрите сами. Все, мы отзыв составили, теперь то, что я говорил про цитату, да. Смотрите, есть, ну, это такая штатный функционал WordPress, так называемое поле цитата. Да, то есть, если здесь что-то есть, да, какая-то информация, то в первую очередь функция цитата выводит именно из этого поля. Публикуем. И давайте посмотрим, что у нас получается именно во внешнем виде. Ну, не во внешнем виде, а именно в списке отзывов. Ну, вот смотрите, да, какие отзывы появляются. То есть, здесь мы как раз, то, что мы показали, решили показать, ну, некоторые сейчас, вот это вот, я сейчас уберу. Это я убираю именно, чтобы именно в этом списке не показывал, так оно вроде как удобнее. Ну, то есть, заголовок, цитата, если есть имя регалии, сайт и даже миниатюра выводится. Теперь смотрите, то, что я показывал в настройках, да, вот если мы вот эту штучку включим, то у нас такая штука появляется. О, крестик такой появился, да. И мы можем перемещать наши отзывы и в соответствии тогда с этим порядком выводить на нужную страницу. Теперь, ну, давайте, наконец, нашу страничку посмотрим, на что получается. Два отзыва мы сделали, у нас они, в принципе, и должны уже выводиться, так как мы шаблон вывели. Ну, вот смотрите, да, вот наши отзывы со стандартным внешним видом, скажем так, да. Поэтому сейчас мы будем настраивать внешний вид наших отзывов на страницу отзывов. Итак, идем, опять же, в наши вивс, да, в наши настройки внешнего вида, заходим в отзывы на странице и мотаем вот до сюда, да, до стиле. Смотрите, что получается. В плагине уже встроены какие-то внешний вид какой-то, да, ну, единственное, здесь предпросмотра нету, поэтому, хотя какой-то он есть, например, да, вот бэкграунд, если мы поставим, можно выбрать цвет, ну, допустим, какой-нибудь такой вот темно-серенький, да, можно поставить, здесь он тут переключает, показывает, как это будет выглядеть. Можно даже градиентом залить. Ну, здесь так не видно, вот так вот будет видно, видите, да, здесь некий градиент. Или использовать готовые уже пресеты с градиентом, с блю и так далее. Но это именно что касается фона, да, то есть заднего фона. Заднего фона, ну, давайте оставим какой-нибудь фончик, такой вот одинаковый, один какой-нибудь, да, и вернемся к нашим баранам, то есть шаблонам. Все шаблоны я так и не нашел, где можно посмотреть внешний вид этих шаблонов, поэтому методом тыка. Да, смотрите, сохраняем и смотрим, что у нас получается. Вот так вот, да. То есть это у нас Default Erg, то есть по умолчанию темный. По умолчанию виджеты. То есть вот такая вот будет штучка. Картинка справа, да, Image to Left, картинка справа. To Right. Ну, вот картинка справа. Дальше, поехали. Картинка справа, виджетов. Ну, и рамочка тут изменилась. Дальше. Большой виджет. Широкий виджет. Ну, это все, смотрите, то есть, ну, так, видите, да, то есть, вот это дело, если вы в виджетах, мы дальше посмотрим, как это в виджетах выводить, да, и что вот это, в принципе, нормально. Хотя шрифт, конечно, маму не горюй. Ну, и последнее, да, sample, это простой вид, sample, да, поставим его. Ну, то есть, в принципе, без стилей практически. Я обычно ставлю AnyStyle, потому что я использую свои стили. Когда вы ставите AnyStyle, то у вас, в принципе, стили вообще никакие не применяются. Ну, видите, да, просто в кучу. И вы уже, если владеете CSS, можете сами настроить красоту. Но сейчас мы будем использовать что-то по дефолту. Ну, вот это дефолтная тема. И смотрите дальше, давайте рассмотрим макет, как у нас будет располагаться именно в макете. Можно выводить просто списком, вот как сейчас. Дальше можно выводить кирпичной кладкой. Ну, Masonry, то, что я думаю, вы видели, да, когда такая сетка выстраивается, пара разной длины у вас идут. Комментарии, ну, отзывы в данном случае. Ну, давайте посмотрим просто-напросто. Еще раз напоминаю, дефолтные стили используются и сетка Masonry. Ну, так как у нас сейчас это не видно, да, давайте я добавлю еще, ну, чтобы было видно эти сетки, добавлю еще несколько отзывов, и мы вернемся уже к нашей настройке. Ну, слегка запутанно, уж, sorry. Слегка запутанно получается, потому что вот так. Итак, почему не видно нашей сетки, да, потому что у нас поставлена обрезка наших, обрезка текста отзыва, ну, в определенное количество символов, да, то есть если мы здесь сделаем Contentful Testimonial, сохраним, и смотрите, что получается. Ну, вот, видите, да, вот эта вот разница в размерах, в высоте блоков, да, то есть вот эта Masonry, она будет подстраиваться автоматически. Можно тоже, теперь то, что я говорил про цитаты, да, то есть если мы здесь поставим цитаты выводить только, то у нас будет выводиться только тот текст, который мы добавили в цитату. Ну, пожалуйста, да, то есть, ну, во-первых, он сам берет, то есть это же штатная функция WordPress, он сам его обрезает, но здесь, по крайней мере, вот эта Masonry виднее, да, то есть здесь вот они покороче и все это повиднее. Ну, давайте продолжим с уровнями, да, то есть можно выводить в колонках, то есть у вас они будут все разные высоты, но, например, можно количество колонок поменять. Ну, сейчас здесь просто сайт, да, узкий такой, поэтому получается вот так вот. В принципе, смотрите сами, да, то есть как вам удобнее, то есть как вам будет красивше, как вам будет удобнее и так далее. То, что касается меня, я обычно вывожу обрезка текста, ну, так оно просто ровно и все блоки получается, и не надо будет использовать тогда именно какой-то стиль Masonry там и так далее. Ну, и есть еще одна, да, сетка, классическая сетка Flatbox, давайте ее тоже посмотрим. Ну, сейчас она, наверное, мало чем отличаться будет. А, ну, то есть он, последний этот он выравнивает посередине, ну, так-то она мало чем отличается от стандартных колонок. Вот такие пироги, да, это то, что касается внешнего вида самой страницы отзывов. Ну, так как отзывы у нас есть, это я уже показал, как сам отзыв вводить я показал, нам осталось посмотреть, как сделать виджеты, выводить, и как вывести на страницу форму обратной связи. Итак, ну, как вы видите, да, я тут немножко поднастроил страницу, сделал ее на всю ширину. Смотрите сами, у вас, в принципе, если какие-то навороченные темы использовать, у вас должна быть такая вещь. Итак, продолжаем разговор, и пришло время вывести форму нашу, да. Значит, выводить, я покажу сейчас несколько вариантов, да, как выводить просто форму, и как выводить форму какого-нибудь столбца. Итак, для начала нам потребуется, собственно, эту форму-то создать. Заходим в раздел VIVS по-новой, создаем новую, ну, напишем, например, ну, обзаем так, чтобы нам было понятно, да, форма, форма для отзывов. И здесь выбираем, опять же, режим формы. Здесь можно выбирать, то есть форма будет показываться только, например, в определенной рубрике, да, у вас, или еще, ну, если есть рубрики. Submit Form via AJAX, это использование AJAX в форме. Ну, давайте подключим, оно вроде как повеселее. В принципе, настройок здесь нет, да, настройки, опять же, только в стилевые. Ну, давайте поставим по дефолту, и посмотрим, что у нас получится. Если ставить значение по дефолту, как правило, во всех навороченных темах, есть уже стили свои применяются, да, для внешнего вида форм. Поэтому пока мы оставляем. Значит, расширенные опции, здесь можно включить режим, скажем так, отладки. Да, бывает такое, что иногда форма не отправляется, но это связано с различными, да, там, какой хостинг вы используете, как у вас WordPress настроен и так далее, там, может быть, SSL-протокол. Бывает такое, что форма не отправляется, придется, приходится там настраивать. Ну, то есть, в принципе, вам по факту, вам он не нужен. Итак, сохраняем. У нас есть форма, да, вот у нас шорткод нашей формы. И заходим на нашу страничку уже готовую, и будем выводить, например, под... То есть, первый вариант, самый простой вариант, вывести или под, или над, или и там, и там, самих отзывов. Да, и давайте посмотрим, как у нас выглядит форма. Ну, в данном случае она вот такая вот, да, то есть, так как здесь внешнего вида не сильно настроенный он, она растягивается, да, то есть, форма вот такая вот. Дальше вот комментарий, здесь опять форма. А, давайте одну удалим. Можно, в принципе, здесь написать... Оставьте ваш отзыв, ну, какую-нибудь фразу. Давайте посмотрим, что получается. Есть тоже вариант, кстати, например, вывести форму во всплывающем окне. Ну, вот, да. Здесь можно в каком-нибудь заголовке сделать эту фразу нашу. И будет вот тогда вот так вот. Значит, опять же, эту форму можно вывести, например, во всплывающем окне под кнопкой. И по тому же самому принципу, да, как я показывал в видео, форму обратной связи. Ну, то же самое. Ставите плагин EasyModel, туда отпихаете шорткод этой формы, и у вас будет просто под кнопкой. И дальше просто выводите кнопочку. Кнопочку, опять же, можно вывести каким-нибудь навороченным шорткодом. Например, шорткод Ultimate, которым мы сейчас как раз будем выводить форму, правой или с левой стороны. Для этого давайте установим нужный нам плагин, какой-нибудь плагин шорткодов. Я обычно использую шорткод Ultimate, вы можете использовать любой другой. Ну, в данном случае я сейчас поставлю шорткод Ultimate, я уже привычный он такой для меня. Итак, плагин установили, да. Обновляем, чтобы у нас здесь кнопочки появились. Вот они наши кнопочки. И теперь выведем, собственно, по столбцам наши данные. Значит, в нужном месте устанавливаем курсор и выбираем нужный шорткод. Значит, смотрите, контейнер с резиновыми колонками. Вот это вот как раз то, что нам и надо. Ну, берем штандартный, сейчас мы это все дело поправим. Так как мы, ну, я обычно вывожу справа, да, вы можете слева, давайте слева выведем. А раз слева, значит, у нас страница делится на три части. То есть в одной трети у нас будет форма. Да, да, то есть вот здесь вот в одной трети мы берем шорткод формы и сюда копируем. Так как у нас будет всего одна треть и две трети, значит, нам один этот не нужен. Здесь мы указываем две третьих. И выводим в этих две третьих наши отзывы. Значит, что сейчас должно получиться, да. Сейчас мы продублировали наши данные. То есть сейчас сверху будет, слева у нас будет форма, справа отзывы, потом опять будут отзывы и ниже форма. Крайне мере, так должно быть. Давайте посмотрим, что получится. Ну, как я и говорил, да, вот она форма. Вот дальше отзывы, вот она опять форма. Ну и чтобы проверить нашу форму, давайте что-нибудь сюда введем. Сайт такой-то. Ввожу сам отзыв. Добавляю какую-нибудь картинку. И отправляем все это дело. Вот и все. То есть отзыв отправлен. Значит, какой здесь момент, да. Когда вы включаете Аякс, бывает, что не срабатывает. Поэтому давайте обновим. В наших настройках нашей формы отключим Аякс и посмотрим, что получится. Форма для отзывов. И вот это вот Submit Form Аякс. Отключим. И еще раз отправим нашу форму. То есть здесь она срабатывает сразу. Так что смотрите сами. Использовать Аякс не использовать. В данном случае, наверное, все-таки лучше не использовать. Потому что некоторые нажимают на кнопку. Ааа, ничего не отправляется. Ааа, начинает. Вы знаете, как помните, как в том кино. Шеф, шеф, все пропало. Гипс снимает, клиент уезжает. И начинается паника. Поэтому лучше Аякс не использовать. Потому что, ну, видно, здесь что-то не доработано уже в плагине. Итак, форма у нас отправляется. Давайте посмотрим, что у нас получается-то, собственно. Что нам приезжает. Итак, приезжают нам вот такие штучки. Да. Как видите, то есть кнопка-то не отработала. А два раза отзыв пришел. Поэтому, как я говорю, Аякс отключайте. Вот такая вот форма. Да, то есть здесь мы можем ее, опять же, поправить. Как видите, в заголовок берется первое, ну, там, первый какой-то кусок из значения текста. Да, здесь у нас уже все заполнено. Останется только опубликовать. Если вы, опять же, используете цитаты, то добавить в цитату. То есть это мы опубликовали. Значит, у нас здесь сейчас вот пять отзывов. Должно появиться шесть отзывов. Ну, вот он, шестой отзыв. Да, все есть. Все работает. Вот так вот. Значит, отзывы мы сделали. Форму сделали. Теперь, если мы вдруг хотим где-то вывести, ну, виджеты, да, наши отзывы, надо сделать немножко по-другому. Никуда не уходите. Сейчас мы будем делать виджеты. Итак, опять же, да, чтобы сделать виджеты, нам надо зайти в раздел VIVS, создать новый. Как-нибудь его обозвать, чтобы нам было понятно. Ну, например, отзывы в виджетах. То есть здесь принцип-то тот же самый, да, то есть мы выводим те же самые, тот же получаем тот же самый шорткод, но только выводить его будем уже в виджетах. Итак, что мы будем делать? Наверное, сейчас мы рассмотрим режим слайд-шоу, потому что мы его не смотрели, ну, посмотреть его надо. То же самое, вся настройка, да, значит, выводим не рандомно, а, допустим, только новые. Ну, не только новые, да, а сначала новые. Значит, выводим не все, а только три. И тайминг, это, так как у нас это слайдер, да, то есть это вот задержка, какая будет между отзывами. Ну, я поставлю, чтобы было даже не четыре, а три секунды. И Fade Transition, это, ну, анимация такая, да, то есть с какой скоростью он будет пропадать. Ну, полторы секунды, я думаю, это много, одной секунды будет достаточно. И Paste on Hover, это когда вы наводите мышкой на этот отзыв, она будет замирать. Ну, это такой слайдер, так работает. Ну, и то же самое, да, заголовок мы убираем, изображение в отзывах здесь использовать не будем, контент будем использовать, цитату, поля будем выводить именно в виджетах, еще раз напоминаю, только имя будем выводить, и все, большему ничего нет. Давайте имя и регалии. Регалии тоже будем выводить. Дальше ссылку посмотреть, ну, давайте выведем, также набираем. Подробнее, и теперь начинаются наши эти танцы с бубном, именно по внешнему виду. Я предлагаю ставить дефолт виджет, потому что он будет там уже сразу использовать. Ну, и, наверное, давайте пресет какой-нибудь хитрый используем, но это мне не нравится, что-нибудь вот серенькое такое, вот это вот. Все, окей. И теперь нам надо, ну, я не знаю, давайте, например, на главной странице, на странице блога, в виджетах, вот выведем, вот здесь где-нибудь виджет этот, так как мы сделали отдельный шорткод, заходим в раздел виджетов и выбираем, значит, обратите внимание, да, можно вывести, конечно, через шорткод, там, через текстовый виджет, а вообще есть вот готовый уже виджет, то есть, ну, я заголовок, вы заголовок можете наменять, можете там написать что-нибудь, например, так, да, и выбираем, здесь вы выбираете именно на тот вивс, который вы создали, то есть ту форму, так как мы создали отзывы в виджетах, сохраняем, и давайте посмотрим, что у нас получается. Ну, вот наши отзывы. Смотрите, 4 секунды, да, сколько мы 4, по-моему, поставили? 3 секунды. Раз, два, три. Поменялось. Раз, два, три. Поменялось. Ну, то есть, все работает, вроде бы все выводится, так, как надо. Ну, в принципе, видео и так получилось очень длинным, я на этом завершаю, то есть, мы в этом видео с вами, я рассмотрел, в принципе, все аспекты, да, осталась только одна вещь, это внешний вид. Но внешний вид вам придется, если вы не владеетесь CSS, да, то есть, внешний вид вам придется использовать то, что есть. Тут уж ничего не сделать, но, в принципе, если у вас что-то такое небольшое, какая-то проблемка, пишите в комментариях, можете здесь писать, можете где-то у меня на блогах, в социальных сетях меня изыскивать, в принципе, все ссылочки есть в шапке канала. А на этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео было полезным. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok